Добрый день, уважаемые члены президента. Добрый день, коллеги. Я рада, что вы здесь присутствуете. Вы сегодня слышали начало работы нашего форума и слышали ведущих специалистов нашей страны. И надеюсь, вы прониклись этим настроением и этой добротой, которая сопровождает палеотивную медицину. Я всегда говорю на всех лекциях, что палеотив – это про доброту. Это там, где не стыдно быть добрым, это там, где не стыдно заплакать вместе с пациентом, это не там, где стыдно его обнять. Итак, мы говорим с вами про палеотив. Если говорить про палеотив официально, то его определение дано в приказе Минздрава России 345, Минтруда 372. Это порядок наших действий. Здесь описано все, что должно быть, как должна функционировать наша служба. И в Ярославской области, Департаментом здравоохранения, Департаментом труда и соцподдержки реализация этого приказа, был выставлен свой приказ в октябре 2020 года. А уже в январе, 28 января 2021 года была принята программа реализации палеотивно-медицинской помощи в Ярославской области на 2021-2024 годы. И именно с этого времени можно считать, что наша палеотивная служба наконец-то вдохнула и начала работать уже с более активными посылами и так далее. Ярославская область представлена здесь на карте. 1,227,000 населения у нас в области. Основную часть населения проживает в городах и городских округах. Всего 19% населения Ярославской области проживает на селе. Несмотря на что, Ярославская область достаточно компактна. Она имеет большую сеть автомобильных дорог. У нас есть железнодорожный транспорт, летом водный транспорт. И, в общем-то, медицина доступна в любой точке Ярославской области и любому пациенту, в том числе и палеотивной. Когда мы говорим о палеотивной помощи, я всегда говорю о том, что она не только тех специалистов, которые, узкие специалисты, занимаются специализированной палеотивной медицинской помощью. Необходимо, конечно, отдать должное первичному звену палеотивной помощи. Это, во-первых, доврачебный этап. Это огромная работа фельдшеров здравпунктов, фельдшерских ФАПов, которые работают на селе и оказывают эту первичную палеотивную помощь. Трудно переоценить работу сотрудников врачей первичного звена, будь то участковые терапевты, врачи общей практики, семейные врачи, узкие специалисты, работающие в первичном звене, неврологи, пульмонологи, кардиологи и онкологи. Именно к ним приходят наши пациенты первый раз. Именно они видят эту проблему. Именно они принимают первый удар и думают о том, что делать дальше. Именно эти врачи или сами оказывают палеотивную помощь или направляют ее в руки специалистов. Наша служба в Ярославской области представлена на этом экране. Можно говорить о том, что у нас есть 10 кабинетов палеотивной помощи, но, надо сказать честно, конечно, не все они работают в должной мере и не так они хорошо работают, как кабинет палеотивной помощи в онкологической больнице. Вот этот кабинет, который, в общем-то, я считаю, у нас работает лучше всех, и наш доктор, который там работает очень грамотно и подходит к нашим пациентам, и, в общем-то, мы с ней очень тесно контактируем и рады ее сотрудничеству с нами всегда. К сожалению, сказывается кадровый дефицит, как и во всей медицинской сфере. У нас тоже есть кадровый дефицит, и поэтому в кабинетах палеотивной помощи очень часто работают врачи на совместительстве. В лучшем случае на полставки, в худшем – на четверть. Поэтому, конечно, они не могут в той мере определять помощь, которую ожидают пациенты. Но надо отдать должное, и эту ситуацию сглаживает выездная палеотивная помощь, которая у нас развивается в области. И если вначале выездная палеотивная служба и ее вектор был направлен на пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, на выдачу оборудования для таких пациентов, то сейчас мы говорим о том, что нужно оказывать помощь пациентам онкологическим, другим пациентам с хроническими заболеваниями в терминальной стадии и так далее. И на сегодняшний день Ростовская ЦРБ, Переславская ЦРБ справляются с этой задачей вполне достойно. В Рыбинске есть такая служба, и они тоже обслуживают этих пациентов. Но опять-таки кадровый дефицит, опять-таки полставки врача всего там на эту службу. В Ярославле с 1 сентября прошлого года у нас появился сотрудник, который оказывает эту помощь. Она очень активно ездит к этим пациентам. Где-то пациенты сами выходят на нас, когда-то на нас выходят социальные работники, когда-то на нас выходят врачи первичного звена. И, в общем-то, анализируя ее работу, можно признать ее практически удовлетворительной, потому что больше 90% выездов она делает первые сутки после вызова. То есть, в общем-то, достаточно остро реагирует и быстро на данную проблему. И еще, конечно, необходимо сказать о том, что она всегда патронирует пациентов, которые были у нас в стационаре, и которые выписаны из стационара. Именно с ее помощью мы знаем о их судьбе дальше, и это тоже очень важно. Стационарная помощь, конечно, здесь сыграл свою роль ковид. И, как во многих регионах, часть отделений палиативно-медицинской помощи были перепрофилированы под ковид. Но только два отделения, 9-я больница и больница в Рыбинске оставались работать в прежнем режиме. И, конечно, мы задыхались, нам не хватало рук, нам не хватало других отделений. И вот с июля месяца прошлого года Ярославская ЦРБ вышла в прежний режим работы, 15 коек палиативных работают и сейчас. И надо сказать о том, что у нас в прошлом году было достаточно приятное событие, 24 октября прошлого года у нас открылось новое отделение на 30 коек больницы имени Семашко. Это самое молодое отделение палиативной помощи, самое современное отделение палиативной помощи. Они нарабатывают свой опыт, они имеют большие ресурсы для оказания палиативной помощи, и мы рады, что они у нас есть. Здесь представлены отделения сестринского ухода, их у нас много и, может быть, даже больше, чем надо. Не всегда они рационально используются, эти койки. Их 299, они представлены во всех муниципальных районах области. Здесь на слайде показано количество пациентов, получивших палиативную помощь в прошлом году. Ну, стационары, понятное дело, тут небольшая цифра, потому что реально работало чуть больше 30 коек, но тем не менее. Говоря о том, что мы работали в выездной патронажной службе, обслужено достаточно большое количество пациентов, и в конец я вставила количество пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке. Конечно, то, что у нас есть респираторная поддержка, это большое благо, и надо сказать, что на сегодняшний день, отметить как позитивный момент, на сегодняшний день все пациенты, нуждающиеся в респираторной поддержке, оборудованием полностью обеспечены. И здесь такая большая цифра, конечно, она еще спровоцирована была инфекцией COVID-19, потому что многие пациенты или в стадии выздоровления, или в уходящем состоянии требовали респираторную поддержку, кислородный концентратор, который мы им, конечно же, предоставляли. Когда мы говорим о приативной помощи, мы всегда говорим об обезболивании. Это самый главный вопрос, это самая главная боль. И здесь озвучены мифы, которые живучи не только, к сожалению, среди обывателей, но, читая лекции, я понимаю, что эти мифы очень живучи среди врачебной среды. И мы с этим боремся. И я хочу призвать вас еще раз их прочитать и понять, что это не более чем миф. Уже полтора года, раз в месяц как минимум, а то и чаще, я читаю лекции по обезболиванию в поликлиниках города, в поликлиниках области. Мы говорим о том, как надо работать, мы говорим о препаратах, которые есть на сегодняшний день. У нас Ярославская облфарм закупает практически все препараты. С прошлого года у нас появился питьевой морфин, который мы в стационаре очень полюбили и используем достаточно широко, но, к сожалению, не очень широко используется и, так скажем, еще не нашел свой отклик в душе врачей амбулаторного звена. Мы говорим о том, что необходимо давать предпочтение неинвазивным формам обезболивания. Мы говорим о том, что с 2022 года у нас появилась в заявке топентадол, препарат, который работает хорошо, о котором многие не знали, но теперь пользуются и видят, в общем-то, нишу этого препарата. И в новых клинических рекомендациях он включен на обезболивание второй и третьей ступени. Планы развития. Что тут можно сказать? Конечно, мы движемся вперед, мы очень хотим сделать больше, чем мы имеем на сегодняшний день, в частности в стационар. Мы реорганизуем структуру стационарной помощи, мы будем открывать в этом году уже ближайшее будущее, я надеюсь, до лета мы откроем новое отделение, мы откроем хоспис, которого у нас не было в области, планируем открыть хоспис, мы планируем достичь целевых показателей по выездным бригадам к 2024 году, у нас заказана машина, у нас есть материальное, так сказать, оснащение для этого, нам нужны кадры, и кадры решают все, но тем не менее, я надеюсь, мы найдем неравнодушных и грамотных врачей, которые будут работать с нами в одной связке. Когда мы говорим о паллиативной службе, мы всегда говорим о взаимодействии, о том, что это не только именно медицина, это в первую очередь, конечно, психологическая поддержка. Психологическая поддержка очень важна. Правильно выстроить разговор, поговорить о проблемах сегодняшнего дня, озвучить проблемы будущего, иногда это очень важно, переоценить их работу, клинических психологов и психотерапевтов невозможно. Волонтерское движение. Волонтерское движение – это то, что скрашивает жизнь нашим пациентам, особенно в отделениях. Это не только про то, как поесть, но это про то, как поговорить, как выслушать пациента. Очень часто, к сожалению, у нас в отделениях бывают одинокие люди, соскучившиеся, просто по человеческому общению, по ласке, и волонтеры – это руки, которые могут их обнять, погладить и, в общем-то, дать им то тепло, которое не хватает пациенту. Социальная служба. Социальной службой мы достаточно хорошо работаем, и работаем в две стороны. Как мы иногда пользуемся их интернатами или геронтологическими центрами, определяя туда одиноких пациентов, нуждающихся в постоянном уходе, так и они выходят на нас, и надо отдать должное. Значит, в больнице, где я работаю, в Дзержинском районе, социальные работники знают нас практически в лицо, но по телефону они наши голоса уже различают, потому что они очень часто нам звонят и сообщают о том, что их подопечному стало плохо и нужна помощь наша. И, в общем, мы всегда в этом плане помогаем, и всегда мы, в общем-то, идем навстречу. Ну и медицинское сообщество. Что я имею в виду про медицинское сообщество? Во-первых, я хочу, чтобы вы понимали, не только вы здесь присутствующие, но и все остальные понимали, что такое палеотип, почему он нужен, где его можно найти, кто может вам помочь в этом случае, если у вас появился такой пациент. Это обезболивание, это грамотность врачей в назначении обезболивания и снятие других тягостных симптомов, которые существуют у данного пациента. Это взаимодействие с нами, преемственность в нашей работе, это уважение к умирающему пациенту. И если у вас есть такой пациент, и если вы видите необходимость помощи ему, и если вы заняты, особенно врачи первичного звена, конечно, у вас своя работа, и такие пациенты требуют всегда очень много внимания, они требуют очень много времени, они хотят поговорить, родственники хотят поговорить. И я понимаю, что не всегда у вас есть возможность уделить должное количество времени и найти все слова, которые надо сказать, пожалуйста, заполняйте реестр, призываю вас, у нас есть реестр, мы заполняем реестр палеотивных больных, мы выйдем и возьмем этих пациентов под свое крыло, освободив тем самым вас от этой необходимости. И вы можете тогда свою работу перенаправлять в другое русло. Конечно, когда мы говорим о палеотиве, мы должны говорить о популяризации этой структуры. Мы говорим о том, что мы должны сотрудничать со средствами массовой информации, мы должны информировать население, мы должны сами между собой посещать конференции, поднимать эти вопросы. И я надеюсь, что данный форум – это отличное событие, которое не оставит никого равнодушным из присутствующих здесь и слушающих нас. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова